Hello everybody, hi my students, hello friends. Сегодня мы рассмотрим вопрос с Дальней Восточной Республикой, которая вновь хочет там образоваться, как в славные годы Великой Гражданской войны. ЧП там с выборами получилось у нас уже. Девушка расплакалась, которая всегда подтасовывала голосато, да, занималась подтасовкой. Чуров ее научил, он 146% за выводил, да, но она привыкла, механизм отлаженный, и думала, что здесь тоже кандидаты от партии власти, используя свой традиционно мощный административный ресурс, выйдет на первое место сразу же, да, но не получилось. Тут вот все, этот механизм сработал, вся девушка вышла из колеи, плачет и готова написать заявление об угольнении. Ну вот, что там происходит, и как вообще вот политика-то, опять мы кадровой политикой займемся с точки зрения Пифагора. И попытаемся объяснить положение-то, что за кандидаты-то. Почти поровну они, назря в наздрю, и оба у нас на Ко кончаются фамилии, да, один на Ко и второй на Ко. Как я назвал там это? Дальневосточный метод двух охлов, да. Вот, и что это за карта такая, метод двух охлов? Когда она исторически использовалась, и к чему это приведет? И вообще, сильно эти кандидатуры самостоятельны, не самостоятельны, мы сейчас с вами рассмотрим. Ну, во-первых, мы, конечно, сейчас включим для начала хорошие мелодии, которые у нас тут вот в разработке находятся. Вот, смотрите, слушайте, какие песни пели. Всевосточная, смелее в бой. Ну, краснознаменная, смелее в бой. Походка и у машинной. И станки. Выстрелим щетиной. Упрямые штыки. А стражи всегда-всегда. А если скажет страна труда, Я вам точным врагу в упор. Дальневосточная, Даешь отпор. На знаменная, Смелее в бой. Вера из юга. На байкальских сел. Вечную подругу. И комсомол. Точная, опора прочная. Растет непобедим. Смелее в бой. На наших крови. Мы завоеванном. Мы никогда врагу не отдадим. Смелее в бой. И слесарь ворошилов. Про нём уговорили. По скошенным полям. Смелее в бой. Смелее в бой. Точная, опора прочная. Смелее в бой. Смелее в бой. Смелее в бой. В бой. В бой. Ну и, соответственно, и вторая, для парочки надо второй включить. Вот такие дела. То есть ситуация, гражданская война, как мы уже неоднократно говорили, что она идет с 1985 года, когда к власти пришел иностранный агент Андропов. И вот с этого момента и началась гражданская война. Там конфликты были между милицией и КГБ. И где Андропов был главарем там Щелоков. То есть это было как раз начало гражданской войны. И она до сих пор продолжается. Вот смотрите, сколько лет прошло. С Андропову можно считать, что с 1982 года. То есть когда вот загнила страна, то Брежнева травили тоже мягко там с помощью Чазова, как новичком каким-нибудь. И началась она гражданская война. Но она текла на уровне и так подковерно сначала. На таком административном выдавливании, протягивании наверха вот своих вот этих метод двух охлов, метод двух евреев, метод двух грузин. Вот такими путями они, значит, прорвались к власти антинародные силы, которые в конце концов в 1991 году устроили заварушку, известную нам. И вот в результате этой заварушки спекуляция пришла к власти. То есть спекулянта, которого при Сталине просто ничтоже сумляшись и расстреливали на месте, этот спекулянт пришел к власти в 1991 году. И, значит, под контроль взял эти все выборы. Естественно, там все выводилось. И даже если голоса были за коммунистов, то коммунисты отдавали этому спекулянту свои голоса. Зюганов он компрадорски сдавал, потому что сам он включился в эту безудержную гонку за баблом. И детишек своих подключил, они у него там в компаниях в Африке и занимаются бизнесом. То есть бизнес это дело такое затягивает, и уже все то, что и было, казалось бы, здоровое, но все поглотилось вот этой спекуляцией. И этим бизнесом куски вот эти все, как говорил этот томас, томас, по-гречки кусок, да, томаса. Нет у нас, оказывается, томаса. Вот мы бьемся за томас, за этот. Каждый бьется за свой томас. За свой кусок вот этого народного добра, который украли в 91-м году. В 92-м. Ну, спекулянт везде расставил свои кадры, везде губернаторы, там мэры Парехеры, как говорил незабываемый этот депутат тоже. И выборы уже практически все было схвачено, и мы не видим никакого там даже намека на альтернативный. Это вот даже своего родного Ании Навального и то не допускает к выборам, дабы чего бы не вышло, да. И очень его охраняют от этого, чтобы народ-то даже за него не прельстился этим вот Навальным, да. Вот. И на местах тоже на Дальнем Востоке уже на третий срок, что ли, пошел вот этот вот у нас тут Тарасенко Андрей Владимирович. Ну, он такой уже ветеран более-менее, с 63-го года рождения. Ему уже за 50, то есть и готовится уже на печке Парата, так, по гороскопу, по его, да, на печке располагаться и там в тепле греться. Тем более, что он рожден в 63-м году, вот по знаку это кота или кролика. А кот он конфронтации не любит, он любит, чтобы все было, как говорится, без борьбы. А тут борьба. И он уже это, уже смотришь, он хотел отказаться, уже вот мне сейчас вот не надо идти на третий выбор идти, не надо на второй выбор идти. Так, по идее, по-человечески я не хочу. Ну, правильно, он как вот кот, мы потом прочитаем его, полную характеристику этого Андрея Владимировича. Он не хочет, он борьбу не хочет. Тем более война вот эта гражданская там намечается и все, и отделение, а Дальний Восток хочет отделяться, и мировая общественность поддерживает это отделение. Вся мировая общественность поддерживает. И население до Дальнего Востока, оно все за отделение, потому что видно, что центральная власть, она потеряла, то есть власти нет уже, власть валяется на земле, мы об этом говорили, и ситуация уже революционная, она переросла из гражданской войны, перерастает уже в революцию. Вот за эти годы уже назрела революционная ситуация, когда не может осуществить контроль центральной власти, потому что на местах проблем много, а решений нету, потому что во главе стоят люди, мы с вами говорили, что далекие от хозяйства, они привыкли заниматься вот этой вот казуистикой адвокатской, вот этой юридической, законотворчеством, казуистикой, потом отъемом бизнеса, делением грабежом, спекуляцией, вот это вот они способны. И плюс они силовиков, а силовики, они работать нет, они только делить и воровать, все, больше силовик ничего, ни генерал ничего не способен, только воровать. А производить мужик должен, где мужик-то? А мужик, хозяин должен в главе стоять, и когда производство у нас все хереет, хереет заводов, нету, нету, нету. И там уже, это уже почувствовали, плюс расчет того, что нашего спекулянта возьмут туда, к ним в родственники, не оправдался расчет. За границей счета заморозили этих всех, вот комарили, всей которой, эта шайка, которая, как говорил вот у нас блаженный Августин, в 4 веке он говорил, да, что государство – это большая шайка разбойников. Платон еще какие-то идеалистические, по отношению к государству строил планы какие-то, вот сейчас у нас тоже Платон, вот, Платон – это я имею в виду философ, а не налоговые сборы. Откровенно уже вот христианский вот этот философ, блаженный Августин, который видел насквозь ситуацию, он уже знал, что государство – это одна большая бандитская шайка. Но если еще при социализме какие-то теоретические основы пытались придерживаться, теоретических основ, а какая она, самая главная-то основа? Это эксплуатация человека человеком. Вот снимая вопрос эксплуатации и переходя к общенародному хозяйству, здесь снимается вопрос межнациональных отношений. Ведь империализм, он не уходит от межнациональных отношений. Там кроугольный камень, эти отношения. И империализм, он стремится к экспансии. То есть уже земли ему мало, вот этим кочевым, всем перекати полю, то есть спекулянтам, кочевникам, мало уже земли, им надо Луну осваивать, Марс осваивать. Потому что здесь они уже все изъездили, все изгадили, все понагадили. Тут одна у них, они рассадники вот этой вот, так, какой-то африканская чума свиней, да? Где они проедут, там африканская чума свиней. Вот, уже кругом зараза, все они уже чувствуют, все, деваться некуда, под землей скрыться, там зараза опять та же, все. Плюс землетрясения, ведь земля-то волнуется, она не выносит этой лжи, этой спекуляции, это все, земля-то она живое существо. Так же, как и воздух, и вода, все это живое, свет, солнечный. И все это, оно же привыкло основанно-то, первоначально создал кто-то, честный создатель, да, творец, честный создал. А тут такой вот нечистоплотность среди людей, когда одни люди садятся на других и погоняют этой вот резиновой дубинкой, правильно? Не дают им по улице пройти. Вот это называется эксплуатация человека-человеком. Вот социализм более-менее в теоретической основе, по крайней мере, он провозгласил это, а дальше уже для чего она была, это сделано провозглашение. Для того, чтобы развести нас, дураков, да, вот мы бедные, нищие, давайте мы все восстанем и погромим всех, поуничтожаем, поубиваем, возьмем грех на душу, там помещика убьем, там это убьем, всех поубиваем. И вот этого пахана, который пришел, сказал, что эксплуатацию мы отменяем человек к человеку, и этот пахан, он тебе будет, начнет эксплуатировать. Что и получилось при социализме. То есть этот госаппаратчик, этот силовик и бюрократ, он стал уже называться не помещиком, не эксплуататором, а пролетариум умственного труда, он уже назывался, как говорится, трудовая интеллигенция, трудовая интеллигенция. Так же, как попы-то тоже, они хотят себя к деловым причтеть, и они попыгают, у нас же молитвенное делание, то есть они делают, путем молитвы они делают, обделывают, вот нас обделывают. Мы же окормляем, даже вот кормим, вот у вас этой молитвой, мы кормим. А что вы хотите? Слово же мы же, хорошее слово вам сеем, и за это мы должны часть бюджета-то отстегнуть на это делали. То есть это же у нас делание. Мы сделали вам удовольствие, улагу. Вот таким образом. То есть эксплуатация при социализме, она не отменяется. Она просто, даже при развитом социализме, она еще более усилилась, потому что только попросили, новочеркасские эти рабочие попросили немножко там мяска им подкинуть, потому что рыбы закормили. А им мяска захотелось. И вот их расстреляли всех, как хищников. Ну, что вы такое мясо захотели, и что вы какие. А при этом мясо вывозили за границу, в Африку там. И дарили все подарки за счет того же пролетариата. Вот эти бонзы социалистические, коммунистические. Все социалистические страны кормили. Весь соцлагерь и всю эту Африку. И Китай, и Вьетнам, и все туда совали-совали за счет работника, который вот даже вышел на демонстрацию, что не хватает ему кушать. Ну и тем самым социализм он в кавычках стал, он расписался в том, что тот же самый империализм, только другими словами названный. Ну, как говорится, хоть пиджак, то сюртук назови, но все равно это сущность одна и та же. Надстройка одна и та же. Только она называется другими словами. Вместо попа, мироеда, там сидит замполит. Правильно? А замполит, он для своей собаки требует отдельную комнату. Всегда, да? И дачу там, и все. И постепенно они вот этими льготами все возрастают, возрастали, и вот эта номенклатура. И уже они оторвались от, собственно, производителя. И они стали теми же социальскими генералами, про которых он писал свои сказки. Вот таким образом. То есть настоящего социализма, только он начал немножко после войны, вот несколько лет он, до смерти Сталина. Потому что эта работа, экономический вопрос советской власти, вот Сталина, она подписала ему смертный приговор, поскольку в ней отражалась вся сущность вот этой империалистической системы. И куда вот мы катимся, почему у нас такие вопросы возникли. Вот эту всю бюрократию он критиковал на последнем съезде, на последних пленумах. Критиковал вплоть до ближнего своего окружения. Потому что он видел уже конвергенцию вот эту уже на глазах у него и даже просил помощи у международного социалистического движения, который международный лагерь, социалистический лагерь возник. И он просил даже помощи, нуждается даже страна наша вот в этой поддержке нашего вот этого роста. Потому что мы видим здесь кризис большой. Ну, не откликнулись, особенно ни Китай, ни западные европейские страны, они не откликнулись на эту помощь. Они замкнулись там сами в себе, а мол, вы кувыркайтесь. Ну, когда Сталина отравили, то и культ личности, они немножко начали возникать, критиковать, но тоже они никакой реальной помощи не оказали. В принципе, по обузданию вот этого метода двух охлов вылез, да, там, Хрущев и второй там, кто у них был? Второй-то тоже был, Жуков, да, они же тоже двух охлов. Вот, метод двух охлов, они отравили Сталина и вылезли, фактически потоптали власть. Вот что получилось. Я почему говорю, что вот та же ситуация и на Дальнем Востоке. Там тот же метод двух охлов. Вот они сейчас между собой как бы борются, но они общий язык найдут. Ну, найдут они там где-то в кулуарах против центра. И центр этот они сдадут, как только появится сила, допустим, какая-то их поддержка со стороны других стран. Вот, то есть это люди такие, они ненадежные. Так же, как в войну был, гитлеровцы они же хорошо использовали вот эти людей, которые, фамилии которых на Ко кончаются. Они хорошо их использовали, этих товарищей. И они у них являлись полицейскими. И всю черную работу, все вот эти вот расстрелы, они делали своими руками. Вот, то есть не снимая белых перчаток, и немцы руками вот этих ауновцев, бендеровцев и так далее осуществляли кровавые дела, эти все уничтожения масс людей. То есть это службисты такие, они всегда в армии, они всегда в генералах. Вот у нас сейчас два таких метод двух хохлов на радио Комсомольской правде, они выступают в военное ревю у них. Ревю! А почему ревю? Потому что у него у дочки во Франции домик есть, у этого баронца. И второй Тимошенко, тоже бароница Тимошенко, тоже метод двух хохлов, чего им они занимаются? Они разрушают армию, а то на словах они поддерживают центральную власть, президента, гаранта, они очень с перехлёстом они поддерживают, это видно, что перехлёст, явно популяцией занимаются. А низы вот этих рядовых там, которые к нему обращаются, они гнобят и прерывают на слове и давят, и плюс там разглашают военные тайны по радио спокойно. гостайну они разглашают, всё им позволяется. Вот этот метод двух хохлов. Также вот и там чувствуется, намечается вот этот вопрос. И пятая колонна, она вырастает вот эта украинская в связи с отделением Украины, она всё будет обостряться здесь. Почему? Потому что они же будут экспансию осуществлять сюда, в сторону Москвы. потому что пять миллионов уже коко-кошек, коко-кончиков, они здесь проживают уже, коко-кончики. Они тут реализовались, реализовались, да. И они занимаются чем? Продвижением своей идеологии. У них своё всё. У них своя семейство, своя кланность, группировки. Всё своё. И постепенно вот эта вот резко она захватит так же, как при Сталине. И там вот уже оказался взвешенный вот этот вот Путин, он вроде не на коко, на ин. Правильно? И его постепенно вот так же вот, и вот может на днях его могут уже и травануть эти же самые, вот два, которые на коко, да. Туда, если там они проникнут, а это сто процентов там новичок уже будет, да. Так же, как Сталина, его могут отравить. Почему? Потому что вот он, да, фактически действует против украинской вот этой бендеровской шайки, да, и против засилий вот этих вот бендеровцев и фашистов украинских, которые стремятся уничтожить русскоязычное население. И вот это уничтожение русскоязычного населения, оно постепенно будет про суда. Уже вот эти вот агенты влияния этой бендеровской шайки, это Жириновский, он уже предлагал, что делать? Прежде всего они русский язык ненавидят, поэтому он хочет русский язык там изъять букву Ё, понимаете, лишь бы что-нибудь из русского языка там выщипать там этим своим вот искусством этим ораторским, да, ёлки-палки, да, вот этот Жириновский. И это агент. Почему? Потому что он не только агент вот этих Ко-Ко-Ко, но он агент еще и Израиля, потому что Израиль тоже стремится сейчас вот разрушить всю эту систему московскую, что там они настроили, настряпали вот эту пирамиду власти-то это, да, и подчинить ее, чтобы эта пирамиду власти Исаак платила туда, в эту, в Израиль. Ну, собственно, так оно и происходит вот. Ведь там же средства тоже офшор-то в Израиле, в Тель-Авиве-то есть, офшор-то этих всех. Всех 24-х вот комарили-то этой всей озерной товарищей. Вот. Получается, что? Что кругом уже все обложили, все уже по всему интернету. Вот там осталось там день-два, лидеры свергнуты, у нас все, будет революция, лидеры свергнуты, остался Пеньковский, это Пянтковский какой-то там вещает, Пеньковский новый. Все там кончилось, завал и конец света, то, что свет Путина скоро убьют, там это все такое прочее. Власть меняется. Вот, то есть со всех концов идет вот это вот нарастание, нарастание этой экспансии. И так же на Дальнем Востоке они что вот это вот делает у нас? Она так же партия, как она, КПРФ, Компрадорская, она с одной стороны вроде критикует, а с другой стороны вбросила кандидатуру такую же, как вот у нас был Гру Денин. Вот это Гру, кстати, Гру Денин, да, Гру Денин. Понятно, да? Вот Ищенко Андрея Сергеевича они туда вбросили своего члена. Молодого, 37 лет. Ну, это уже, он рожден уже в 81 году, ему 37 лет, да. И это молодой уже петушок, и год петуха, 81 год это был год петуха такого боевого. Но на самом деле он на генеральскую должность вот он годится. Ну, конечно, не в администрации, а вот генералом там воевать и с переменным успехом причем. То есть где-то победить, где-то проиграть. Сейчас мы это посмотрим. Таким у нас два кандидата на букву-ку кончаются, компания одна и та же. И как только он уже 95% набрал, на 5% больше, чем предыдущий вот этот котенок-то, да, вот, кис-кис, 63-го года. Вот, год кота. Он сразу же начал выступать, критику свою забыл, и с верноподинческой речью мы признаем кремлевскую власть, признаем Путина, признаем гаранта. И все, он отыграл. И сейчас ему уже на второй, он думал, уже все, уже выиграл он. Его сейчас должен президент поздравить, и, как говорится, и он перед этим выступил, чтобы раненько он кукарекнул, понимаете, немножко раненько кукарекнул. Но надо было закрыть, когда уже подписи поставили под протокол, и тогда кукарекать. А он рано, и он уже себе сорвал уже и вот последующий тур, который через три месяца будет у нас разрабатываться этот вот, новые выборы, да. Вот они, товарищи наши. Вот этот вот, год кота, 9 августа. Андрей Владимирович Тарасенко. Видите, сумма-то у него не губернаторская, сумма 12. И он деструктор. Ну, действительно, он там развалил все, это Дальний Восток он. Рыбой завален весь берег, рыба и сюда не направляется. В отходы сбрасывают ее в море, она тухнет там и все. Приморский край, да. Знаем, какая цена икры. Банка 600 рублей, баночка икры 140 грамм здесь в центре. Так, вот и вот все дела, это деструктивные дела-то. Вообще вредительские. И вот смотрите, какое созвездие из нулевок. И четыре девятки у него. Ну, это четыре девятки, он такой грубый человек, командовать. В то же время эгоист, вот две единицы, они не дают ему права руководить людьми. Две восьмерки, это он под влиянием все времени порядочных людей находится. Ну, действительно, ему нужно все время втюхать в центр, что у него все окей. И он все время такие песни там поет, что у него вообще чуть ли там уже не японию обогнал он по всему, и по промышленности, и по рыбе, и по всему он там обогнал, да. Вот. То есть этот человек такой, хотя у него две тройки аналитический ум есть небольшой. Две шестерки он привязан к земле, ему привязка к земле, ему нужна умственная работа для того, чтобы немножко подняться. А ему некогда, он администрацией занимается. Плюс он людей-то особо не любит, и особо он не верующий человек-то. И смотрите, сколько у него привычек? Восемь. По привычкам восемь. То есть ему на печке лежать все это привычки. Печка там и лавочка, и все. В таком возрасте он это все любит. Это комфорт и уют он любит. Все. И гостей принимать хорошо, принимать гостей. Двойка целью. Ну, цели там. Какие у него там цели? У него цель простая. Удержаться у власти, чтобы вы не ругали сверху. Найти контакт. Как он хвастается? Я, говорит, нашел контакт с центром. Хороший контакт с центром. Все. Ну, вот, а что касается таланта, то он перехлестывает. То есть талант уже на минус пошел. Шестерка по таланту. По сексу у него нормально. Так он может окучивать их каждый день, а может и не окучивать. Долго. Потерпеть. Вот. Дальше что можно сказать? Что это голубой водяной код по восточному календарю. Спокойный человек. Ну, он действительно спокойный, даже излишне. Консерватор. Ловок он в делах, в делишках. Это он ловок. Ну, видите, контакт с центром нашел. Ну, дипломат хороший. Как юрист был бы хороший, да? Вот. Ну, вот, всякие драматические события, всякие катаклизмы, споры. Выводят его искренне. Он теряется, и видно было, как он был растерянный, когда интервью давал сразу. Когда его спросили про новые торты, новые выборы. Да мне не надо идти, мне так по-человечески мне не надо туда идти. Ну, это вот оправдывается матрица. Матрица – это оправдывается характеристика. То есть мы в правильном направлении квадровую политику ведем, да? С Пифагором и вот с друидами, с китайцами, с мудрыми. У нас здесь все так проклевывается. То есть он ведет себя так, как вот они и пишут. Вот. Отчаянно боится войны. Вот война надвигается, это он страшно боится. Вот. Самое мило ему на печке в деревне, потому что под друидом он подсолнух. Это человек, которому надо там на печке лежать и все. Но у него что? Единственное положительное, что ум у него не стареет. И вот ему бы использовать этот ум и аналитические способности и где-то работать действительно в дипломатии, в юридической сфере. Вот. А в хозяйстве нет. Ну, видите, там рыба гниет, пропадает, а сюда в центре. По тысяче, по две тысячи рыба-то цены запредельные. Вот. Вот он у него, он мечтатель. Ну, это видно, что мечтатель, типа Жюль Верна. И в то же время он поверхностный человек. Вот это характеристика его как по всем вопросам. Что можно добавить? Что можно добавить, так? В отношении его. Вот это фанфарон. А, то есть, про петуха мы не будем пока. Это у нас котик. Где у нас тут котик? Сейчас найдем этого котика. Везде она, котик. Вот он. Ну, спокойный человек, я уже это говорил. И всегда ему везет, он всегда на лапы падает. Это счастливец. Одаренный в меру честолюбив. Приятный компаньон. Ну, вот он поэтому выдвинулся. Не благодаря своим деловым качествам, а благодаря своей вот этой скромности, сдержанности, утонченной, добродетельной. Все это, все это знают, хорошо говорит, умеет оценить себя. Но во множестве достоинств есть один недостаток. Он поверхностный человек, о чем я и говорил. Любит принимать гостей, но с центром нашел. И дома у него все сделано с утонченным вкусом. Это светский человек. Некоторые назвали бы его снобом. Он педантичен. Он обычно не выходит из родовесия. Но он сейчас делает вид спокойного, невозмутимого. Видно, как он расстроен. В нем сентиментальный такой человек. И небольшая личная неприятность расстраивает его больше, нежели великие и беды других людей. Ну, то есть война и голод в мире трогают его лишь в том случае, когда лично от этого страдает. Но страдает он так сильно, что может и не выдержать. Вот его в кутузку-то заправить за его дела. Вот эти с рыбой. И он бы, там бы он сразу загнулся. По незначительному поводу может заплакать. Но быстро утешается. Меланхоличен. Он консерватор. Ненавидит все новое. Вот там вот эти новые выборы. Что-то вы там устраиваете. Лучше без выборов. Лучше бы меня назначали сверху. Этому было бы хорошо. Не предпринимает ничего, не взвесив за и против. Он очень осторожен. Люди восхищаются ему и доверяют ему. Ну, в финансовом положении он бизнесмен, он очень ловкий. Добивается успеха в торговле. Обладает хорошим вкусом. Может быть владельцем антикварного магазинчика. Вот это вот по его спекулянтикам. Или дипломатам при условии, что его жизнь не подвергается риску. То есть его это паяльник ему не засунуто и утек не положит на грудь. Женщины этого знака... А, ну женщин мы не будем. Услуживаясь тем, кто его любит. Вот. Легко разлучает со своими ближними в пользу друзей. То есть он может от семьи... у него двойка по семье. Может уйти к друзьям и там проводить с ними время и на работе, пожалуйста. Вот. И с детьми так со своими даже тоже равнодушен особо это. Вот. Ну что... Что касается вот кандидата второго Ищенко Андрея Сергеевича, то они с ним совершенно контрастный тот знак петуха имеют. И вот этот петух выводит нашего котика из себя своим фанфаронством. Панфилов. То есть он его достал и в конце концов он переклевал его этого кота. Победил. Фактически победил. Но вот там подтасовка выборов. Они решили лучше уничтожить результаты выборов, чем пересчитывать голоса. Потому что не в пользу кандидата власти. Поэтому Панфилов решил уничтожить. Зачистить эти выборы все и начать все с нуля. Ну вот. Яркая индивидуальность, талантность, честолюбив, добродетельно, сдержанно, отличается безукоризмом вкусом. Вызывает общее восхищение и доверие. Материальное состояние складывается удачно. Вот это что можно сказать о коте. А что можно сказать у нас о нашем этом петушке-то? Второй-то, Ищенко Андрей Сергеевич. О нем можно сказать, что что-то фанфарон. Ну, он и правильно, он еще не это, он сразу кукарикнул, что он все победил. Мечтатель. Принимает себя всерьез и любит лезть. Он не стесняется в выражении и иногда проявляет себя резко агрессивно. В критике он превзошел и сыграл на струнных избирателей, что они недовольны политикой властей, центральных властей. И он сыграл на этом. Хотя на месте они все жулики и такие же и воры. Это не обходилось бы без столкновений, если бы жертвы не относили, такое его отношение насчет откровенности, эксцентричности. То есть его как такого, его жертвы не обманываются. Петух действительно говорит то, что думает. Но это откровенность, скорее всего, тенденция к эгоизму. Он целиком безразличен к уязвимости других и считает, что нет никакой причины их щадить. То есть беспощадный. Такое качество для военного это хорошо. Такое качество, конечно же, преграждает ему путь к дипломатической карьере. То есть он как вот дипломат. Видно, что он проигрывает этому нашему хитрому котейке. Что касается эксцентричности, то это только видимость. Разумеется, он любит, чтобы его замечали. Но по-настоящему Петух глубоко и полностью консерватор. Вот оба консерватора, видите? Почему их и поставили туда, хотя они не годятся оба. Но вот этот консерватизм и умение популизаторства, оно их поставило туда на выборы. Он думает, что полностью прав и знает, что делает. Но не доверяет никому и полагается только на себя. Вместе с тем щедро раздаривает советы. Вполне определенно, он кажется искателем приключений. Но не верьте этому. Его распирает от абсурдных, неосуществливых проектов, которые все несбыточные мечты. То есть вот такой вот дальневосточный мечтатель, да? Он любит мечтать, созерцать, воображать из себя героя. Но делает это в комнатных, ну и диванный такой герой, диванный философ. С несколькими близорукими взглядами, любящий импровизировать. Петух не робок, напротив, он отважен и храбр. Может рисковать своей жизнью. Поэтому из него выйдет хороший воин. Вот хвост он и в действительности всегда говорит больше, чем может сделать. Что он перед двуморами и делал, собственно. Имея натуру предрасположенную к созерцанию, может проявить тенденции к лени. Вместе с тем часто он великолепный труженик. Всегда хочет сделать больше, чем может. Берется за задачи превышающего силы. И когда ему не удается хорошо их выполнить, очень огорчается. У него есть все основания быть активным. Ну он способен к сельскому хозяйству и профессии, где имеет дело с людьми. Вот тут вот. Да, любит покрасоваться, будучи расточительным, постоянно расходует все, что зарабатывает. То есть это в Дальнем Востоке не светит от него. У него есть тенденция подвергаться большому финансовому риску. Ну это значит и весь Дальний Восток подвергнется при нем. Часто его может коснуться разорение, банкротство, катастрофа в награду за его излишнюю мечтательность. Он никогда не будет экономистом. То есть вот экономической деятельности его нужно подпирать. Ну и дальше он любит общество женщин. Там он окружит себя как Каддафи этим женским батальоном. Муаммар Каддафи окружал, да, любил. Среди которых он будет блистать и горцевать, и будет любимым, ухаживать. Но не дальше этого не пойдет. Вместе с тем редко будет выбираться к своим друзьям. Мужчины ему надоедают. То есть он на совещании будет совещаться с женщинами. Вот избегать кота ему надо. То есть он предлагал ему в зама пойти, но это нереально. они друг другом никогда не сработаются. И у него вот будут подъемы и срывы в течение всех трех фаз жизни. Так финансов в области чувства. И пойдет он от бедности к богатству, от идеальной любви к самым отвратительным проявлениям там, банного вопроса, да. Но старость его будет счастливой. Народная мудрость гласит, что два петуха в одном доме. Ну да, два петуха тут нету. Глубокий мыслитель, одаренная личность. Любит труд и предан на своей работе. Вот на низу где-то старается выполнить любое обязательство, которое им даже не под силу. И очень огорчается при неудаче. Эксцентричен, не сразу находит контакт с людьми, всегда уверен в своей правоте и порой действительно бывает прав. Часто эти люди одиноки и замкнуты. Хотя они и могут производить впечатления решительных, но эта натура робкая. Планы, которые они вынашивают, редко реализуются. У них бывают резкие подъемы и такие же резкие спады. Полосатая жизнь. Полоска неудач, полоска удач и так далее. То есть этот человек явно тоже, он не годится нам в музыканты. Все же музыканта он не годится. Он нам не будет петь вперед, Дальний Восток, да? Или как... В кино-то в этом... Кино есть как-то... В добрый путь, да? Все поехали на Дальний Восток. У него это не получится всех сагитировать. Вот таким образом. Мы его еще не показали. Матрицу. Ищенко Андрей Сергеевич. 9 марта 1981 года. Вот он. Как он тут еще у нас характеризуется? А, даже в марте рождаются обычно маменькины сыночки. И мамочка будет ему подсказывать, видимо, если она у него есть, она ему будет так и подсказывать, как там подписывать, какую бумагу подписывать, какую не подписывать. Он будет с ней, ну, советоваться. Не с женой, не с друзьями, а с мамой будет советоваться. Ну, вот он генерал. У него 4 единички, так бы ему воевать хорошо. И здоровье у него, вот две четверочки, видите, секс-символ. Там он среди женщин будет блистать, но тоже деструктивный, приведенный, дельта минус один. У него еще больше троек, чем у его напарника. Три тройки. То есть аналитического ума, но там же логики нету, вот и везения нету. И у этого тоже ни логики, ни везения, а у этого еще и здоровья нету. И энергетики он вампир, и этот тоже вампир энергетический. Ну, этот хоть порядочный, вот этот молодой, то у него восьмерка, он порядочный. Этот сверх порядочный, но под управлением непорядочных людей. Он порядочный для непорядочных людей. А этот будет для всех порядочный. И две девятки у него ироничный ум. А у этого вот такой серьезный, он грубоватый мужичок-то. Вот тоже цели, то есть привычек тоже много. Но с семьей единичка, да, он лучше к друзьям относится. А шестерка тоже под целем, это жуть. И шестерка также у него мизантропия, как у этого. Одинаковые эти люди. Наплевать им на людей-то там вообще, на Дальний Восток, на этот. Вот такие два кандидата. Где-то они в своих областях бы хорошо работали под управлением, но самим руководить они здесь, как генерал, может людей на убой гнать и не жалея этих людей. Правильно? Это молодой, вот это Ищенко. А второй Тарасенко, так он вообще не годится никуда. Ему на печке надо лежать и уже и отдыхать. И гостей принимать там, ну, директором ресторана элитного какого-нибудь или там малины хорошей. Вот на малине, хозяин малины, вот как прекрасно. Там можно там исходняк устроить и перетереть все вопросы. Вот это его хорошее дело. Вот дали проблему Дальнего Востока, так решается. Ну, конечно, раньше решительно действовали у нас большевики, они создали Дальневосточную Республику. Тоже критический такой момент. Гражданской войны была создана Дальневосточная Республика. Отдельная. В составе, конечно, РСФСР. И, в принципе, как настоящая федеративная республика. То есть как элемент федерации. Отдельный элемент федерации. Ну, как что Тарстан, вот и Казахстан. Вот. И также было ДВР создана. Почему? Потому что сейчас видно, что центральная власть, она не справляется с задачами на местах. И на местах все дело в жутком состоянии. Если, допустим, вот называют замкадыши, да? Потому что вот внутри мкадыши есть и замкадыши. Мкадыши – это совсем другая жизнь. А замкадыши – это уже совсем третья жизнь. И поэтому, придав самостоятельность вот этим вот республикам, ну, Дальневосточная Республика, Сибирская Республика, можно… Дальневосточная, Восточная, Уральская, Сибирская и еще какая? И центральная республика. Вот. Вот так вот. Уральская и центральная. Вот, независимо из придав, разделив это все, как говорится, отделив мох от котлет, можно поднять внутри, соответственно, налоги там они будут собирать и тратить на себя. А в Москву уже так постольку-постольку будут отстегивать уже меньше, больше уделять внимание своему внутреннему развитию. Одновременно не совсем самостоятельно, а в пределах, вот так же, как Чечня, допустим, да? Вот Чечня, она за счет… когда себя независимо чувствует руководитель Чечни, более-менее независимо, то он совершает там подвиги, чудеса строительства, чудеса социалки и чудеса религиозные там, политические чудеса совершает. И так же вот эти республики новые, дальневосточная республика и прочие наши, вот Сибирская в частности, она тоже давно уже требует самостоятельности, потому что богатство большое, а оно не достается, все захватывают бульдоги большие, вот эти приозерные бульдоги, да? Все хавают, и все, главное, за границу везде распихивают, так же, как при советской власти, вот везде мы по Африкам, везде раскидывали доходы, свои доходы. И не только доходы, но и пшеницу там, все продукты сельского хозяйства, почему в магазинах ничего не было? Потому что мы все гнали на экспорт, сначала в Китай, потом сначала Китай нам, а потом мы в Китай, и во Вьетнам, и Лаос, Кабоджа, Африка вся, считай. И эти западно-западные социалистические страны, тоже снабжение шло туда, в основном самое лучшее, все, что было, оголили Россию до нитки. Вот, проехать тут все, деревень никаких нету, газ не проведен, сейчас собираем хворост, нам разрешили собирать хворост. Вместо, при таком огромном газовом хозяйстве, мы даже не можем наладить вот эти коллективные газгольдеры, которые у нас были бы сельские на селе, там один бачок на всю деревню, и по домам развести эти трубы. Ну, там, за заборчиком этот газгольдер такой небольшой, на всех, чтобы не возить газа, а приезжал, машину заправлял, сколько-то времени. А там деревня была бы газифицирована, даже если бы там три дома, четыре дома, и то это выгоднее, чем каждому хозяину все время возить этот газ. Но они бы также за газ платили, как и в городе, и были бы обеспечены, приехала машина, и этот, все это можно было обеспечено, но это никто не хочет делать. Газификацию сел, малых и больших. А у нас они газифицированы, ну, огромные, вся территория страны, это она не газифицирована, никаким образом. Ну, вот люди сами только баллоны вот возят, и тем самым они подвергают себя риску, опасности, техника безопасности, нарушается много взрывов баллонов, люди гибнут. Ну, это считается наплевать. Газоснабжение у нас не обеспечено нигде, особенно в селе. Ну, мкадыши, тем хорошо. Им сейчас льготы тоже опять, но вновь выбранный мэр, он еще расширяет льготы для жителей мкадышей, кадышников, мкадышниковы. Вот так. Всего доброго, до новых встреч. Так, дальневосточная, да, смелее в бой.